Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Queen – это настоящая жизнь. Стадион Уэмбли, июль 86-го года. Я был поражен, когда услышал эту группу, пораженных музыкой. Все самые знаменитые группы на Земле подражают таким группам, как Пинк Лоид и Куин. Поэтому их легко узнать. Они ни на кого не были похожи. Роджер – классическая, обаятельная рок-звезда. Брайан – астрофизик, гитарист и чистюля. И, конечно, Фред с его божественным голосом, который так естественно держался на сцене. А Дикон был классным басистом. Они явно выделяются среди всех. Они узнаваемы и ни на кого не похожи. Если посмотреть на то, какие места они занимали в чартах, то видишь, что по популярности они не уступали Битлз. Куин умела заводить публику. Фредди подходил к краю сцены, и зрители вставали и подпевали вместе с ним. Остальным исполнителям не было. Дело до публики. Больше всего мне нравится в этой группе то, что у них чувствовалось какое-то единение. Конечно, Фредди был столпом группы. Он большое внимание уделял имиджу их коллектива, возможно, потому что у него был диплом по графике и дизайну, в то время как Брайан изучал математику и физику. Я познакомилась с Фредди в 1969 году, когда он еще был Фарухом Булсарви, а не Фредди Меркьюри. Он был очень уверен в себе, почти высокомерен. У меня сразу сложилось впечатление, что это выдающийся человек. За годы нашего знакомства это ощущение Турга усилилось. Мы переехали из Занзибара в Англию в 1964. Он радовался, когда мы решили переехать. Здесь он поступил в колледж и окончил его по специальности графика и дизайна. В то время он не знал, чем хочет заниматься, либо модой, либо музыкой. Когда я окончил колледж, то понял, что меня больше интересует музыка. Поэтому я сказал, что попробую стать музыкантом. Я поступил в университет и познакомился с Брайаном. Вскоре Брайан познакомил меня с другим парнем. Он не был студентом нашего университета. Мы организовали Смайл. Смайл просуществовал не очень долго. Насколько я помню, что-то около полутора лет. А потом, когда появился Фредди, группа обрела совершенно другое лицо. Их таланты расцвели. Фредди появился как ставленник Тима. В течение двух лет он пробовал играть с разными группами. Когда он присоединился ко мне и Брайану, получился мощный коллектив. Фредди стал для нас прекрасным дополнительным ингредиентом, катализатором. Он был как глоток воздуха, о котором мы мечтали. Я чувствовал себя аутсайдером, потому что он писал песни. Он придумал название, Куин. Он всегда что-то предлагал раньше меня. Поэтому, когда я пришел в группу, то был очень тихим. Я не мог открыто возражать Фредди. В начале мы выступали на многих концертах, но Смайл не была очень популярна. Мы играли в пабах, клубах, колледжах. Поэтому в Куин мы четко определили, чем будем заниматься, и больше времени уделяли репетициям, чтобы быть готовыми, когда настанет нужный момент. Мы одержимо верили в себя. С самого начала мы были уверены, что мы особенные. Уверенность в себе – это очень важно. Мы были уверены в себе и знали, что будем выступать на публике. Мы хотели прославиться на весь мир. А для этого, как вы понимаете, необходимо было вложить деньги. Поэтому в 73-75 годах мы вложили в раскрутку Куин порядка 100 тысяч фунтов. Это была самая крупная сумма, которую когда-либо вкладывали в раскрутку музыкальных групп. Мы должны были найти уникальное звучание, чтобы группу узнавали с первых нот. Так поступали все великие исполнители. Возьмите, к примеру, Синатру, Элвиса, Роллинг Стоунс, Битлз. Даже если вы услышите их новую запись, сразу узнаете, что это они. Когда мы начинали, примерно через полгода вдруг стал популярен джаз. Мы не стали играть джаз, потому что это не наше. Мы никогда не играли джаз. Потому что мы не можем играть джаз, в любом случае. Мы стремились и в студии, и в живом концерте добиться того, чтобы звучание было идеальным, блестящим, классным, гармоничным, даже если мы играли что-то тяжелое. Прошло некоторое время, прежде чем появилось уникальное звучание Куин. Это было как откровение. Прежде всего, в этом заслуга Фредди Меркьюри и Роджера Тейлора. Сочетание прекрасного музыкального исполнения и уникального голоса. Это было сказочно. Они придумали свой стиль, мгновенно узнаваемый, благодаря вокалу, голосу Фредди, гитаре Брайана. Как группа, они были просто уникальны. Нужно было обладать определенной смелостью, чтобы выйти на сцену и быть непохожими на остальных. Мы не только исполняли музыку, мы делали из этого шоу. Они разработали свой имидж, выходили, например, в длинных балахонах. Это была неожиданная придумка. Часто бывало так, что Брайан и Фредди приходили ко мне и четко говорили, что именно они хотят. Для этого нужно было обладать мужеством, потому что, когда мужчины переодеваются женщинами, это не всегда нравится публике. Иногда, когда я приносила для них одежду, им не терпелось ее надеть, они вертелись перед зеркалом, но это не было самолюбованием, они были профессионалами. Он всегда во всем сомневался. Это не было неуверенностью. Скорее, как бы это сказать, в то время он был блистателен. Думаю, он находился в поиске. И это был один из способов выразить себя. Но верхнюю строчку хит-парадов занимал Боуи, но Меркери удалось прорваться наверх. Посмотрите на фотографии, они выглядят очень стандартно, но они излучали эстетическую энергию, хотя и были одеты в женскую одежду. И я помню, что Фредди был, в общем, его сексуальная ориентация была нам очевидна, в этом нет ничего особенного. Гей или бисексуалы, в то время это было весьма распространенное явление. В то время Фредди жил с Мерри, он чувствовал себя нормальным человеком и при каждом удобном случае размахивал этим словно флагом. Он метался между двух огней. Думаю, он испытывал чувство вины. За 10 лет, что я его знал, это был самый его мучительный период. Я чувствовала, что он что-то скрывает. Мне кажется, это даже нравилось скрывать это от меня. Он лгал самому себе. Я знал, что нужно прояснить наши отношения. Мерри из тех, кто выдержит все. Она очень глубокий человек. У нее хватило такта принять меня, обсудить подобные вещи. Иначе я не выдержал бы. Я считаю ее своим другом. Ну, просто я такой, какой я есть. В конце концов, он решился рассказать мне о том, что он бисексуален. И я знала, что на самом деле он пытается мне сказать, что в действительности он гей. Фредди и Мэри жили вместе до написания Bohemian Rhapsody. Потом Фредди снял квартиру на Staffan Terrace, а Мэри в конце улицы. И они продолжали тесно общаться. Мэри 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 Это была странная песня Она заняла первое место в чартах Она была просто фантастической В нее было вложено множество идей В ней был глубокий смысл Она сразу запоминалась Я стоял у пульта, потому что Богемиан Рэпсиди Написано не для бас-гитары, а для фортепиано и барабанов Поэтому мы с Роем сидели у пульта Все эти паузы было сложно выдержать, на мой взгляд Я помню, сидел в машине с отцом и сестрой Мне было, наверное, лет шесть И я услышал Это было здорово Просто здорово Каждую неделю эта песня оказывалась в верхней строчке чартов Люди говорили, это будет видеоклип номер один А я отвечал, это будет трудно снять Они сами знают, как себя представить На съемки ушло очень много времени Вы видели, на Богемиан Рэпсиди В клипе сделано затемнение Людям, которые не жили в то время Трудно понять об новшество Но в то время размножение лиц И использование различных спецэффектов Было революционным и огромным шагом вперед Это один из тех моментов Когда можно сказать, да, эта форма зародилась здесь Это была новая форма Когда мы сделали театральный клип И решили, что его нужно снять на пленку И показать людям фильм О том, какой должна быть Богемиан Рэпсиди Мы не знали, что получится Как это подать Думали, что получится какое-нибудь безумие В то время мы были знаменитостями И имели огромный успех в Америке Нас очень хвалили И это определило нашу дальнейшую карьеру Конец первой части Вторая часть Неоспоримое преимущество Куин Было в том, что они всегда оправдывали ожидания Они всегда много работали И поэтому оставались на гребне успеха Пресса упрекала их в чрезмерности В излишней раскрепощенности на сцене В чрезмерном использовании лидер-гитары Но они не обращали на это особого внимания Это была отличная группа Но она многим не нравилась Единого мнения не существовало Такая одежда Стремление к идеальному звучанию Во время записи и на сцене В то время было Немодным в Англии Появилась знаменитая статья Насчет Богемиен Репсиди Под названием «Этот парень идиот» С фотографией Фреда на заднем плане Это было довольно тяжело в то время Вышла статья под заголовком «Этот парень идиот» В которой люди отвечали на вопросы И никто из 250 тысяч не ответил на этот вопрос Да Некоторые говорили, например, в таком духе «О, он скопировал костюм Нижинского» Так что это был самый страшный грех В том, что он подражает самому Нижинскому Его невероятно осуждали Фредди критиковали жестоко Потому что его интересовало только развлечение А в Европе развлечение не слишком популярно Честно говоря, я не против Здоровой критики Конечно, мне не все равно, что думают О нас люди и слушают ли нас Но я не буду не спать ночами И переживать, попадем ли мы на верхнюю строчку Чартов или нет Я не такой У них была огромная аудитория Которая была подружески к ним настроена Их считали королями рока Недаром они и назывались Куин Они были на вершине Но в то же время начали появляться новые группы Которые завоевали внимание публики Для Англии это было нечто новое Такое течение, как хэви метал Не было известно в 60-х или в начале 70-х годов Это было нечто уникальное Для того времени Это уникальное явление Появляется новое лицо И кто-то приходит и говорит Да, ребята, это здорово Это как... Это свежая кровь Ну что ж я, это Мурат Это конкуренция Думаю, это подействовало на нас благоприятно Потому что в тот период мы выпустили новый альбом В котором было много тяжелых вещей Это нормально Поскольку музыка должна развиваться Панк-рок быстро прижился Не только в Англии Но и на восточном побережье Америки Да и на западном побережье тоже Я не считаю, что панк-рок оказал влияние на Куин Думаю, в их музыке просто появилось нечто новое, свежее Им нравилось выступать в клубах Они занимались этим много лет Конечно, Куин не потеряла своей популярности Они жили как миллионеры Да, они и были миллионерами У меня был такой длинный кадиллак Фред любил ездить в нем один Он был потрясающий Роскошный Фред с самого начала говорил, что хочет себе такой же Сначала это было весело На нас свалилась куча денег Это было действительно весело Мы закатывали Крутые вечеринки Иногда только для того, чтобы не скучать Сомневаюсь, что в наше время кто-то устраивает такие экстравагантные вечеринки Да, это было здорово Когда ты кому-нибудь об этом рассказывал, никто не верил, что это правда История о Кокаине были распространены мифом Когда я заговорил об этом с Фредом, он не стал отрицать Ему это понравилось Понятно, что нет дыма без огня Звучит здорово Кто-то стоит в дверях и раздает кокаин Я сам не видел Но хотелось бы посмотреть Поймите, что в конце 70-х В начале 80-х произошел Ну, если можно так сказать, большой спад Группа переживала, если хотите, творческий упадок У нас наступил спад Впервые за 20 лет Песня «We are the champions» звучала повсюду Она подходила для любых случаев Для спортивных соревнований, для политических переговоров Фредди Меркьюри принес балет в массы Людям нужно искусство Им нужен шоу-бизнес Они хотят видеть, как вы гоняете на своем лимузине Фредди Меркьюри Помню, однажды он сказал тост Я хочу, чтобы вы пили шампанское на завтрак Живите веселее, потому что время быстротечно Куин стала представителем новой волны И удача им изменила В 77-м, 78-м годах Куин и другие подобные группы Стали вдруг непопулярными Но они выжили Они отправились в Америку, и там их ждал успех Они стали группой номер один Кажется, в то время песня Another One by The Dust Четыре недели занимала верхние строчки хит-парадов Мы подумали, что это второй такой успех В истории Куин Мы это почувствовали Потому что повсюду звучала эта песня Джонни Дикон держал ритм на басу Реклама была самая обычная Ей занималась фирма R&B И все равно было много пиратских записей Мы продали Четыре миллиона пластинок только в Америке Альбома Another One by The Dust Мы обрадовались и решили, что теперь у нас все должно наладиться Потому что эта песня Занимала все верхние строчки Они не должны были успокаиваться на достигнутом После записи того альбома Это была одна из их ошибок Потому что казалось, что их успех временный Мы потеряли аудиторию на Среднем Западе Которая любила хард-рок Думаю, в основном из-за того, что вскоре поползли слухи О том, что Фредди Гомосексуалист На Среднем Западе вдруг заговорили о том, что Фредди Похож на гея Он испытал шок Об этом не говорили вслух, но он был напуган По его виду этого не скажешь Фредди носил усы Он не был похож на гея Тем не менее Так вышло Я повзрослел И если бы сейчас я носил длинные волосы И такие же наряды Это выглядело бы смешно Я бы первый над собой посмеялся Многие не любили Фредди Из-за того, что считали его геем Фредди никогда не вел себя как гея Он не упоминал о том, кто его близкие друзья Он был скорее бисексуален, чем гомосексуален Странно, как эту тему раздули в средствах массовой информации Людям из мира музыки на это было плевать Во всяком случае, с моей стороны Это не повлияло на нашу дружбу с Фреддом Многие люди смеются Над такого рода вещами Не надо обращать на это внимание Надо ставить все как есть Сейчас вы услышите песню, которую прекрасно знаете Так что подпевайте Он очень переживал из-за того, что вдруг стал непопулярен в своей стране Он был популярен в других странах Например, его ждал огромный успех в Америке Он просто покорил Америку Он никогда на это не жаловался Но в середине 80-х его это задевало Рассказывали разные истории, например, о драке в гримерке Это случалось не только с Куин, но и с десятками других музыкантов Которые перестают разговаривать друг с другом Мы много времени проводили вместе Мы потратили слишком много времени, денег, сил Прежде чем поняли, что нужно расстаться Некоторые группы распадаются из-за личных разногласий Куин поняли, что это не имеет отношения к бизнесу Дело не в том, что кто-то был против кого-то Их просто все достало Творческий спад, и мы сами его создали Для нас самое главное – поддерживать уровень успеха, которого мы достигли Это главное Когда все время идешь вверх То неизбежно скатишься вниз Это важно узнать Это был период, когда они больше не занимали первые места Не могли сочинять хиты Это продлилось до начала 80-х годов Конец второй части Часть третья Фредди сделал первый шаг Он всегда умел ладить с людьми Он был легким человеком Из всех людей, которые приходят мне на ум Он единственный, кто мог стоять на сцене Перед полутора миллионами человек Это даже трудно себе представить Но он был рожден именно для этого Все, кто купил билеты на тот концерт Не знали, что мы будем выступать Потому что Куин добавили позже Все они аплодировали, как один человек Это было поразительное зрелище Какое-то безумие Мы такого не ожидали Они были совершенно правы Они все правильно спланировали Я помню, что это были сплошные хиты Величайшие хиты Их было множество Публика просто сходила с ума Я помню, как я стоял и думал Это лучшее, что я когда-либо слышал Это было умопомрачительное шоу Мероприятие устраивалось серьезной целью В мире столько голодающих людей Вышли и Куин Фредди сказал Хорошо От вас деньги, от нас развлечения Думаю, своим поведением Своей подготовкой Они просто свели всех с ума Потом он зашел ко мне в трейлер И я сказал Это было незабываемо Одно из лучших ваших выступлений Всем понравилось то выступление Я думаю, оно действительно было уникальным Из тех, о которых люди будут говорить еще много-много лет Это успех По-моему, это придает нам силу Мы поняли, что мы снова популярны Мы забыли об этом И это было здорово Да, это было незабываемо Думаю, это побудило нас вновь вернуться в студию Забавно, мы давно не испытывали такого прилива сил У нас просто открылись глаза Если в группе больше одного человека То ситуация сильно усложняется Появляются зависть, ссоры Особенно в деле написания песен Но в итоге они вместе записали без проблем альбом Намного сложнее быть в группе, чем выступать соло Неплохо Давайте споем Ты все перепутал Ну да, конечно Конечно, перепутал У нас закончилось турне Последний концерт был на Live Aid Не знаю, что это было Я сам хотел бы об этом знать Это великолепно, незабываемо Как на концерте обычный человек превращался в короля Возможно, он не самый красивый и властный парень на Земле Но он сделал себя таким, каким мечтал быть В конце тура Magic, кажется, на стадионе Вэмбли Фредди сказал С меня хватит Он был очень харизматичным и волевым Сильным и оптимистичным Он действительно твердо решил всем этим больше не заниматься Мы думали, что это причудо Или, быть может, что-то... Просто что-то не так У меня появились такие мысли И тут же исчезли Но, кстати, мы и после выступали Я позвонила Фредди И сказала на автоответчик, что хочу с ним поговорить Пусть он мне перезвонит И лишь случайно я узнала, почему стольким людям нужно было поговорить с Фредди И вот уже в конце 80-х он позвонил и сказал Мне нужно тебе кое-что сообщить И он рассказал мне всю правду Он был подавлен Он сказал Я не хочу говорить на эту тему во второй раз Я буду писать музыку, пока не сдохну Он проходил курс лечения И не хотел, чтобы другие знали Спид — это не рак Появление спида зависит от человека От кого возникает нежелание посвящать в это посторонних Ты говоришь, кто ты, когда хочешь Никто не обязан требовать этого По-моему, публика до самого конца не была готова к новости о том, что Фредди Боллинг Пластинки выходили А у популярной группы Было финансовое объяснение того, почему они не выступали ежегодно И люди думали, что скоро все наладится Они продали 80 миллионов копий Играли перед шестью миллионами человек И у них 16 хитов Дамы и господа Конечно же, главная группа 80-х — это Куин Парни любезно подтолкнули меня сказать пару слов То, что спустя столько лет о нас помнит, очень ценно для нас Как и то, что вы цените нас Мы надеемся, что скоро выступим в Америке в 90-м году и далее Отличная речь Движение вперед И Брайан, он действительно на это надеялся В то время мы сильно сблизились как группа Мы были объединены каким-то общим чувством В студии мы заканчивали альбом И не были уверены, что Фредди успеет все доделать Врач предсказывал самое худшее Фредди появлялся на некоторое время Потом исчезал Таким образом нам необходимо было подстраиваться И использовать это время по максимуму Он намеревался сделать все, что задумал Отсюда и клип «Days of Our Lives» Это было такое трогательное произведение Можно заметить, что он болен, но там есть и сила духа Sometimes I get to feel I was back in the old days Long ago When we were kids, when we were young Things seemed so perfect You know The days were endless We were crazy, we were young The sun was always shining We just live for fun Sometimes it seems like late I just don't know The rest of my life's been Just to show Goes for the day Ему становилось все хуже Мы пришли к нему домой Он был очень болен Нам сказали Сказали, что ему недолго осталось Дом окружили журналисты Я уже собирался зайти к нему Как меня остановили Не ходи Я уже почувствовал шок Музыкальный мир потерял Фредди Меркьюри Лидера рок-группы Queen Он умер прошлой ночью через 24 часа После того, как признался, что у него спит Домик на западе Лондона Одно из самых известных мест От спида скончался Меркьюри За день до этого он признался, что болен Он решил сам разобраться со своей жизнью Активно работать Записывать альбом Хотя он физически был не в состоянии что-либо делать По-моему, это своеобразное послание поклонникам Глядите, этот человек болен спидом Но он продолжает работать Я думаю, что люди будут вечно его помнить Потому что спустя столько лет Мне до сих пор пишут О нем думают Он великий Мы невероятно рады стоять здесь Думаю, что Фредди сейчас с нами Спасибо И Роджер хочет сделать какое-то заявление Да, мы надеемся, что кто-то будет рад Присоединиться к нам на стадионе Уэмбли И почтить память Фредди Почтить его жизнь и карьеру Придет множество друзей Мы всем рады Приходите Здравствуйте, Уэмбли Здравствуй, Уэмбли Мы здесь Чтобы почтить память Жизнь Работу И мечты Фредди Меркьюри Пресса создала атмосферу какой-то суеты Ходили журналисты с камерами Были и такие, что пришли не ради Фредди А ради того, чтобы вернуть свою былую славу Возвращение 80-х В то время мы многих потеряли Но теперь мы собрались И поняли Кто он такой Они отличались долголетием И популярностью В итоге Они стали в несколько раз влиятельнее и успешнее Чем кто бы то ни было Их песни перепевают Появляются трибьют группы Все с радостью купили бы новую пластинку Queen Но никто не заменит Фредди Возможно, они могли бы записать альбом с кем-нибудь другим Но все это будет не то Эту музыку нужно играть Я никогда не ходил на звезду Я шел на рейнджера Фредди Который по-своему обращался с этими песнями В последнее время мы часто говорим о туре О том, что мы могли бы поработать с кем-то другим Тоже привлекательным и оригинальным Возможно, эти записи покажутся интересными Не знаю Я счастлив, понимая, что мы становимся частью чужой жизни И что мы можем помочь другим Это удивительное ощущение Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал Субтитры создавал DimaTorzok